Принято считать, что знаменитое письмо Ленина к съезду, написанное им незадолго до своей смерти, было продиктовано лично Владимиром Ильичом своим секретарям. Однако известный российский историк Юрий Николаевич Жуков, изучая данную тему, обнаружил в архивах дежурный дневник, в котором лечащие врачи-вождя подробно фиксировали все события, происходящие с пациентом. Жуковым было установлено, что в период написания этого письма, с конца декабря 1922 до начала января 1923, Ленин был в удручающе плохом состоянии. В моменты, когда к нему приходила его супруга Надежда Крупская, он был не в силах произнести ни слова. Таким образом, возникают большие сомнения в авторстве этого письма к съезду. Данная работа содержала в себе большое количество критики вождя революции в отношении некоторых политических деятелей, в частности Иосифа Сталина. А опубликовано ленинское письмо к съезду было лишь в 1956, после 20-го съезда партии, когда Хрущев выступил с критикой культа личности Сталина.